Микс Ньюс 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 Ну, посмотрим, сейчас ещё будет только первый счёт. Ну да, я уже получил за октябрь. Ну, в общем, надо сказать, что, конечно, кроме Венеции, есть тоже такие точки довольно сложные. Например, в Австралии идут пожары, уже подошли пожары к пригородам Сиднея, и там серьёзно говорят о том, что пожары становятся с каждым годом всё более и более опасными. С другой стороны, не только у Сиднея есть свои проблемы, только-только удалось справиться с ситуацией в Калифорнии. В общем, природа подкидывает свои сюрпризы, и это подталкивает в том числе политиков, которые прислушиваются к мнению учёных. Не только одна Грета Тунберг говорит о глобальном потеплении, прям скажем, к тому, что нужно что-то делать. Каким-то образом нужно, с одной стороны, что-то делать, а с другой стороны, нужно не допустить хаоса экономического, потому что в любом случае тех политиков, которые примут такие действия, хаотического характера, очень быстро не переизберут, а то могут вообще выгнать. Так что то, что принято было вчера в Голландии, решение сократить максимальную скорость движения автотранспорта на дорогах страны со 130 км в час до 100, даже на самых лучших дорогах. Кто живёт или жил или бывал в Нидерландах, знает хорошие там дороги. И вот теперь на них можно будет ехать не быстрее 100 км в час. Почему? Объясняется. Поскольку сопротивление воздуха движению автомобиля увеличивается пропорционально квадрату скорости, при скоростях выше 90 км в час начинается весьма заметное увеличение расхода топлива, а следовательно и выброса углекислого газа в атмосферу. Таким образом, уменьшая скорость движения, уменьшается и количество выброшенного углекислого газа на душу населения. То есть, с одной стороны, вам не запрещают ездить на вашем бензиновом или дизельном авто, вам вообще не запрещают ездить на авто, а с другой стороны, вроде бы и выбросов будет меньше. Посчитали уже и обрадовались. Оказалось, что это фактически сократить количество автомобилей на улице, на дорогах. Да. Причем на значительную часть. Поэтому идея голландцев, она, так скажем, служит таким пробным камнем для вообще всего Европейского Союза. Мало того, параллельно идет еще одна инициатива Европейского Союза о сокращении на 20% скорости движения морских судов грузовых. Сейчас вообще все стараются ходить быстрее из Азии в Европу, из Европы в Азию, в Америку, потому что это деньги. Кто быстрее, тот выиграл. Но на 20% медленнее – это здорово экономичнее. Вот в чем дело. И сейчас приводятся следующие цифры. Например, в один из майских дней 2012 года в один только час выбрасывалось 150 тысяч тонн углекислого газа морскими судами. А дальше начинается расчет. Представьте себе, если они будут ходить на 20% медленнее, то на сколько-то там около 15-17% уменьшится выброс углекислого газа. Какое это будет облегчение для всей природной среды. Правда, так скажем, морские специалисты говорят о том, что суда далеко не всегда выбирают скорость только из соображения коммерции. Иногда это просто нужно для безопасности плавания. Но сама идея ограничить скорость. Тут, между прочим, появились соколы, которые говорят о том, что нужно продолжить уменьшение крейсерской скорости авиации. Раз уж мы не можем, как говорится, подрезать авиации крылышки, привыкли все летать, вместо того, чтобы ездить на экологически чистых поездах, то нужно уменьшить опять-таки скорость движения самолета. Тут даже можно погуглить в интернете, можно найти действительно очень интересные цифры. Например, самолеты 60-х годов, это в Советском Союзе Ту-154, Ту-134, или, например, европейские первые аэробусы, американские Боинг-707, Каравеллы французские. Они ведь имели крейсерскую скорость повыше, чем те самолеты, которые разрабатываются и выпускаются сейчас. Где-то на 150 километров точно. Причина очень проста. Тогда особо о керосине не переживали. Он стоил дешево. Сейчас керосин стоит дорого, и, мало того, будут особые экологические налоги на каждый полет, на скамп, который будут взиматься с каждого пассажира. Таким образом, получается, очень интересная вещь, что, а ведь самолет, мы же говорим лишь, что сопротивление воздуху пропорционально квадрату скорости. То есть, это график вот такой вот, взлет. Да. И получается следующая вещь. Если самолет будет летать, например, со скоростью не 800 км в час, а 600, ну, что это будет в масштабе полета в Европе? Ну, дольше на какие-то 15-20 минут полета. А Нью-Йорк какой-нибудь? По сути дела, ну, на час дольше. Но не на сутки же. А тут, получается, какое облегчение для экологии. А самое интересное, дело все в том, что уменьшится расход топлива. И получается, что тогда компании смогут предложить пассажирам билеты по старым ценам. То есть, время – деньги. Это абсолютно одно и то же. И вот эта идея, она уже как бы чисто технологическая. Она, с одной стороны, облегчит ситуацию авиакомпаниям. Сейчас, кстати, очень интересно упоминается иногда вот этот проект американской компании Boeing Dreamliner B-787, у которого, если на него посмотреть, действительно такие фантастического удлинения плоскости, крылья. И говорят, так ведь он же, планируя совершенно спокойно без двигателей, может садиться. Ну, во-первых, надо сказать, что все самолеты могут планировать без двигателей, если у них есть запас высоты. Но дело-то не в этом. Дело-то все в том, что самолет, который вот так вот, ну, с такими длинными крыльями, он быстро лететь не может. А вот зато лететь экономично может вполне. Не нужно, что называется, рвать турбину. И вот это очень важный момент, который в свете борьбы за экологию у нас становится все более и более важным. У нас был звонок, перезвоните нам 67212-93-9, 67213-93-9, и в WhatsApp тоже можете написать 2306191. Ну, а вот если говорить про снижение скорости и снижение скорости судов и автомобилей, а мы наоборот в Латвии, например, мы идем к тому, что там просим на Юрмальской, что вот сейчас Юрмальскую отремонтируют, наконец-то там можно будет скорость увеличить. Как вот так легко согласятся? Ну, вот как раз дальше возникает очень интересная вещь. Общество, что… Мы знаем, что общество много чего хочет. Это как тот самый слон. Съесть он съест, а кто ж ему даст? Потому что для того, чтобы что-то сделать, это нужно, что называется, оторвать свой занц от стула, из кресла и пойти на всякие неудобства. Вот сейчас вот инициатива о распуске Сейма, да, продвигается. Вот 154 тысячи жителей, может быть, я слишком большой скептик, но я не уверен, что им удастся набрать 154 тысячи. Ходить нотариусу нужно нотариусу. Да, 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 да. А потом еще референдумы, чтобы было там… Ой, это страшное дело. Проще сидеть на месте и ругать. А с другой стороны, у наших политиков, у которых впереди всегда есть светлое солнце Брюсселя, они прекрасно понимают, что если они не будут проявлять свою экологическую активность, то Брюсселе им, в общем-то, и особенно хороших должностей там не видать как своих ушей. Поэтому я так думаю, что мнение Брюсселя всегда будет отсчитываться в большей степени, чем мнение, так скажем, местной общественности. Тут есть очень интересная еще одна вещь. Если будет везде идти сокращение максимальных скоростей, то возникнет какая-то ненормальная ситуация с выпуском мощных машин. То, что называют внедорожники, вот эти кроссоверы и прочее. А, кстати, ведь не случайно Рено уже выпустил кроссоверы, и не только Рено, и, по-моему, японцы пошли по этому пути, с двигателями объемом всего 1 литр, там, 1,5 литра. То, что раньше только на легковушках маленьких ставил. И тоже идея какая. А зачем ставить мощный двигатель на машину, которая никогда быстрее, чем, условно говоря, 100-110 км в час, ехать не будет? И по деньгам тоже дешевле должно быть? Во-первых, это будет дешевле. С другой стороны, это такой плавный переход. Хочешь ездить на более мощной машине, покупай электромобиль. Условно говоря, вот сейчас можно всех перечислять, вот начиная с преснопамятной Теслы. Вот, пожалуйста, на них гоняй. Но, правда, там тоже будет ограничение. Нет же ограничения для одних и для других машин. В общем, идея быстро ездить на таких мощных тачках, она где-нибудь лет так в течение пяти, очень быстро начнет сдуваться. Либо придется, если хочется тебе поездить на такой машине, ехать куда-нибудь в Африку, допустим, там, на Ближний Восток, в Индию. Хотя в Индии тоже собираются что-то в этом отношении сделать. Но это в Голландии. Когда можно будет проводить первые сравнительные такие анализы? Насколько это действительно помогло уменьшить выбросы? Ну, голландцы, я не сомневаюсь, что голландцы хотят уже в самое ближайшее время, ну, это год практически, да, вот, хотят уже, как бы, поднять вот это вот знамя. То есть, по сути дела, это же для них очень хорошее. Быть такими первопроходцами. Все на них будут показывать пальцем и говорить, вот, смотрите, какие они молодцы. Надо сказать, что свои варианты везде есть. Например, в той же самой Финляндии, например, летом максимальная разрешённая скорость в 120 км в час на трассах, сейчас она спускается до 100, но это понятно по безопасности движения. Правда, есть те, которые говорят, вот и у нас, пусть будет 100 км в час, нефиг гонять. Опять же, есть ещё одна точка зрения о том, что вот можно вводить талоны на пользование автомобилем, да, вот, по километражу, так скажем, отрезать. Вот положено тебе столько-то километров проехать, вот ты заправляешься согласно вот этому количеству по такой цене, а если тебе больше хочется накататься, то тогда ты уже будешь платить по более высокой цене. То есть, вот такая система такой своеобразной плановой экономики у нас появляется. А как вообще, вот всегда было интересно, как можно объективно понять, какая страна больше всего загрязняет воздух? Это же воздух, он же для всех как бы, ну вот, как, например, Латвия, Литва и Эстония, у нас кто-то больше, кто-то больше. У нас лидер вообще региона по загрязнению на душу населения. Как это вычисляют? Ну, это же известно, например, сколько... Нет, понятно, сколько мы потратили топлива. Это легко посчитать, да? Посчитали, сколько топлива, надо платить деньги, поэтому это денежки счет любят. Мы знаем, сколько страна сожгла газа, сколько сожгла солярки, бензина, угля, дров, туда-сюда, пятое-десятое. И когда все это сожжено, уже известно, сколько выброшено. Вот и все, да? С другой стороны, известно, сколько у нас деревьев. Вот сколько у нас деревьев, каких сортов. Это лесники говорят, да? И уже можно представить себе, сколько эти деревья в течение года сраккумулируют. Тогда появляется баланс. Столько выбросили, столько наша природа поглотила. Вот, извольте, распишитесь. Эстонцы у них под 14 тонн на душу населения. В основном из-за того, что они сжигают свои горючие исландцы на северо-востоке, получая электричество. А поскольку у нас тепловые станции небольшие, то Латвия, по-моему, там 3,5 тонны на душу населения. Очень зеленая страна в этом смысле, да? Поэтому, кстати, все инициативы политиков наших, которые были месяц назад о том, что давайте там с машинами разберемся, они, ну, это бежать впереди паровоза. Вот пусть сначала эстонцы разберутся со своими выбросами. А в Латвии же, что еще хорошо, лесов много. И, кстати, как и тоже интересно, у нас леса вырубают, на их месте растет разнолесье такое. Да, так вот это разнолесье как раз самый кайф для поглощения углекислотами. Вот, спросите, у нас же много и хвойных деревьев, например, они, наверное, не так хорошо поглощаются. Да это в том-то и дело. Старое вот это дерево, которое набирает спину, с точки зрения экологии, не имеет никакой ценности. Там молодые леса нужны. Нам нужно, чтобы вообще проблема такая, что как дерево ведь сколько набрало в себя, вот после того, когда оно либо упадет, либо его сожгут, оно весь этот углерод, оно выбросит обратно в атмосферу. Поэтому получается такая вещь, что для баланса очень выгодно вырубить лес, продать его в другую страну, посадить новое что-нибудь. И вот тут-то, конечно, мне пришлось слышать однажды замечательно. Это типа на уровне шутки, но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. О том, что самое время генетикам вывести холодостойкие сорта эвкалипта. Эвкалипт достигает спелости где-то на 15-й год жизни. Представляете, как было бы замечательно, если бы у нас вместо этих ёлок из осен поднимались бы эвкалиптовые леса, и каждые 15 лет мы бы их, они бы растали, мы их рубили, растяли, рубили. Во-первых, для промышленности выгодно, а с другой стороны, какой бы у нас был замечательный экологический баланс. Как у учёных с этой инициативой вывести такой сорт? Ну, эвкалипта не выведут, это шутка была. А вот то, что можно стараться выращивать ёлки, вообще хвойные породы северные, которые всё-таки будут расти лучше, эффективнее, набирать массу, это уже такие работы ведутся. Без всяких каких-то там страшилок с генной инженерией, просто путём селекции. Есть быстрорастущие сорта, и над этим тоже работают. Но ещё одна проблема, это как раз не проблема, а для Латвии-то это хорошо. У нас и гидроэлектростанция есть в балансе энергетическом, и поэтому у нас вот этот низкий уровень выбросов на душу населения. Но, в принципе, самая-то главная проблема в чём? В том, что планета – это замкнутая система. И если мы срубили эти ёлки или сосны, отвезли куда-то, там их спалили, или что-то ещё, они её там сгнили, да, то всё равно этот углекислый газ возвращается в атмосферу. То есть, получается, что система эта, это можно отложить на какой-то срок жизни дерева, оттянуть на какое-то время небольшое. Но принципиальная проблема заключается в том, что если мы что-то используем, то через какое-то время это всё обратно возвращается в нашу систему. И с нефтью и газом, особенно с нефтью, проблема ведь в том, что всё и с углём тоже. Ведь что такое уголь? Это когда-то были гигантские совершенно леса, которые покрывали всю планету с юга на север. И вот они-то как раз и создали изобилие кислорода в атмосфере, которой мы дышим. Эти леса, тогда были не деревья, тогда были хвощи, плауны, папоротники, но гигантские. Они создали вот эти отложения углерода, они его законсервировали, этот углерод. Мы пользуемся наследием. И мы пользуемся наследием, которому очень хорошо за 250 миллионов лет. И вот тут как раз и возникает вопрос о том, что вот если бы имеющийся углерод куда-то закачать и сохранить его, условно говоря, для будущих поколений, ведь неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. И тогда лишний углерод, вот этот СО2, очень бы даже нам пригодился. То есть, я что хочу сказать. Мнений такое великое множество, что голова кругом идёт. И боюсь, что эта голова кругом идёт, в том числе и у политиков, которые слушают это разноголосье учёных мужей, самых разных, и пытаются принять какое-то решение, чтобы всё-таки, с одной стороны, и не довести всё дело до окончательного маразма, а с другой стороны, хоть действительно что-то делать. Потому что, например, вот пример Венеции сейчас, он же показал, высветил одну очень важную вещь для голландцев. Они на это упоминали, что, а не забывайте, что Голландия и значительная часть страны находятся ниже уровня воды, она защищена дамбами. И повышение уровня воды даже на несколько сантиметров, это же базисная линия, это означает, что нагрузки будут очень сильно меняться. На этом нам пора заканчивать, как раз под конец у нас звонки пошли, но, к сожалению, уже не успеваем принять, надо нам прерваться. Ну, через недельку разберём. Через неделю, да, готовьте свои вопросы и не откладывайте на потомок. Константин Рангс, Анастасия Смоловская, были с вами эти полчаса, спасибо, всего хорошего. До свидания.